Добрый вечер, у эфира информационный выпуск телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. В предприятии Гомельской области принимают это дело в работе международной специализированной выставы «Белагра-2016», которая проходит в рамках третьего форума регионов Беларуси и России. В экспозиции разгорнута и на территории аэропорта «Минск-1», комбайны акционерного товариства «Гомсельмаш», продукция Гомельского химзавода и перепроцедующих предприятий. Наши корреспонденты сустрелись с удельниками выставы. Специализованная международная выстава «Белагра» – буйнейший в Беларуси форум такого на керунку. Все это у делу им принимают больше 500 компаний из 23 краин. По великим рахунку «Белагра-2016» это махшим изнастей новых партнеров, доведаться об сучасных тенденциях развития аграрной глины, обменяться опытом и представить свою продукцию. У поле зроку маркетологов акционерного товариства «Гомсельмаш» сегодня такие новые краины, як Турция, Индия, Негерая, Паднёва Африканская Республика. А лень супрационерства с традиционными партнерами тут отмавляться не сбираются. У первую чергу – размова об Российской Федерации. На выставке представлены комбайны 16-24, зерноуборочный комбайн, который проходит испытания в Саратовской области, в Волгоградской. То есть там, где есть необходимость убирать высоковрожайные хлеба, там, где есть необходимость убирать кукурузу. Такое супрационерство приносит корысть обо двум бокам. И справа не только у тем, что российские регионы отримливают сучасную технику. У машинах, якие вырабляются на беларуских предприемствах от 30 до 70% российских комплектующих. С уликом того, что сёли-то международная выстава «Белагра» проходит в рамках форума регионов Беларуси и России, ты не супрационерствует двух краин в уголе особливая увага. Коммунальная сельско-господарция предприемствует апличное Гомельского района. Летошний план по экспорту выконала на 106%. Усе поставки в соседнюю краину. Мясовая продукция корыстается там великим попытом. Перш за все, по причине высокой якости и экологичной беспеки. Наша продукция очень хорошо пользуется спросом. Дело в том, что мы одно из предприятий, которое выращивает пчелоопыляемый огурец. И мы используем биологический метод обработки. Мы работаем с регионами Московской области, с Москвой, с Питером, с Санкт-Петербургом и с Калининградом. Белорусской продукцией на выставе «Белагра-2016» текаются представники розных краин. А тому и подписание договора об супрацовнестве – завышенная справа. Уже у маль 7 годов, як Беларусь гарантовала сабе харчовую безпеку. И теперь, что год, поставляя на экспорт сельско-господаршей продукции, маль на 5 миллиардов долларов. При этом, значит, на частках этой продукции отгружаются у российские регионы. Удельники выставы готовы поделиться в опытом, як зарабить такое супрацовнество максимально выгодным. Кредо нашей компании – прежде, чем произвести продукцию, мы изучаем рынок и под рынок делаем план производства. Поэтому остатков продукции у нас никогда не бывает. И во времена, когда спрос на продукцию большой, когда спрос занижается, наша продукция продается всегда. Олег Сенчуров, Настасья Куршинская, Яуген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель» из Минска. У делу третьем форуме регионов Беларуси и России приимают больше, як 350 офицейных представников двух краин, депутаты, керавники министерства и ведомства, громадских организаций, эксперты. Суместная работа проходит под девизом «Эффективная социально-экономичная политика, як основа добробыту и духовного прогресса». Активный у делу работе форума приимают и журналисты. Олег Сенчуров протягни. В этом году форум регионов прошел в третий раз. В 2014-м местом его проведения был обранный Минск. Летость Сочи. Все это у делники форума снова приехали в белорусскую столицу. Сверху обмеркованных актуальных тематок – формирование одинной информационной просторы Беларуси и России. Сверху денег у секции СМИ, як фактор регионального взаимодействия и формирования огольной просторы гуманитарных каштоносев, 250 журналистов и литераторов, які представляють телерадиокампании и выдавецтвы от Бреста до Ямала-Ненецкой округи. Нельзя сказать, что на узороне регионов супрацовництва отсутничая оголе. Али и активным, як он назвать пакуль тяжко, али белорусские операторы транслируют больше 50 российских телеканалов, то у некоторых российских регионах объективная информация в нашей крае не отсутничая. На думку у делников форума выправить такую ситуацию можно у темнику как раз организацию пресс-туров. Конечно, там есть и, скажем, и московские, столичные журналисты, но больше всего как раз, и что мне особенно нравится, упор именно на региональную прессу. Они бывают здесь, они ездят, смотрят, общаются, бывают в местных редакциях. Активизация взаимодействия белорусских и российских журналистов повинна сприять и межурадовое погоднение об супрацовництве у галине телерадио-вещанне и другу с ответным бюджетным финансованием. Гэта документ зараз распрацовывается. У приватности размова може и сеп с уместных проектах, які будуть цікавые для жахаров обо двух краин. А причатаго с таким продуктом можно буде выходить и на информационные рынки інших краин, что стану членам отобьется на имиджи союзной державы. Объединив усилия всего информационного пространства, Белоруссии, России, мы можем очень мощно транслировать наши идеи в мировом информационном поле. Вся рот огученных пропанов, уключение союзного телеканала ТРА у социальные пакеты, что дозволить больше полно информовать населенство об ситуации в Украинах, плюс створение ровных махчимостей для работы журналистов. Гэтае пытання неабходно варшать намеж урадовым узровнем. Больше уваги неабходно надавать и социальным сеткам, популярным сяродмолдям. Секция для журналистов у рамках форума «Региону Белоруссии и России» всю літа пришла у першыню. Так само у першыню организаторы провели и фестиваль региональных телекампаний в образ часу. Диплом третьей ступеней у мазельских журналистов за цикл сюжетов об белорусско-российском супрацовністве у экономичной, военно-патриотичной и культурной сферах. Объективность и отказность – сегодня это головное потребование за сродку массовой информации. Когда мы в России будем проводить следующий форум «Россия и Беларусь», то нам нужно секцию такую же обязательно провести в России и пригласить как можно больше ваших региональных компаний в Российскую Федерацию. Ну, я думаю, что мы и без форумов с вами можем дойти много поводов для хороших встреч и для совместной работы. Олег Синчеров, Евген Макеенко, телерадокопания «Гомель» из Минска. Завтра у Гомеля отбудется областный сход делегата у 5-го Всебелорусского народного схода. Представники отношений в области обмеркуют наибольшь актуальные питания, которые, на их думку, необходимо огучить на форуме. Наши корреспонденты сострелились с некоторыми делегатами. Больше 9 тысяч педагогичных работников. Миновата столько наставников, что год повышает свой профессионный уровень у Гомельским областным институте развития адукации. Для этого тут створены усе умовы, починающие от наявности необходимых обсталеваний до специалистов от победного узровня. Яшебная задача установа – выращение актуальных проблем глины на кшталт работы с задорными детьми, подрыхтовки децентрализованного тестирования, применение информационных технологий. Компьютеры и интернет у научальном процессе допомагают, а для той же пошук необходимых материалов бядется бессистемно и залежит головным чином от квалификации наставника. Сегодня учитель, для того, чтобы подготовиться к уроку с использованием информационно-коммуникационных технологий, должен часами перелопачивать интернет с тем, чтобы подготовить презентацию, с тем, чтобы подготовить тест, какие-то разработки. Поэтому система образования нуждается в образовательном контенте, программах, всевозможных тестах, которые были бы четко интегрированы в существующие программы. Акционерное товарыство Гомеля Балаутотранс – это больше 4300 работающих и около 1000 автобусов. При том, что этот парк постоянно обновляется. Только за последние пять годов предприемство набыло около 160 машин за кошт бюджету и еще 56 за властные сродки. Сегодня среди головных задач Гомеля Балаутотранса – оптимизация затрат. Только в этом году их снизили на 25 миллиардов рублей. Разом с тем, в акционерном товарыстве кажут, что пытание необходимо разглядать в комплексе. Зараз на предприемствах и его организациях шмат транспорту, який не зауседы выкарастовывается эффективно. Кожный повинен займаться своей справой. Один вырабляет, другие перевозить, третий продает. Неколе гэта схема доказывала свою эффективность, а ля цяпер местами от яе по разных причинах адмовилися. Яшэна проблема, якую агучвачу Гомель Абл-Аутотрансе – скрытые регулярные пассажирские перевозки. Зараз подрихтованный проект закона об автомобильном транспорте, дзе гэты нюансы будут уличаны. Покуржа шмат, який индивидуальные предприемальники и субъекты господарания отрымливают с лицензией так званых нерегулярных перевозчиков, что дает им пэлные ильготы, а ля на маршруты выходят что день. Такие факты отзначены фактично на усих межгородних накерунках у Беларуси и на одноособных международных. Мы идем вместе, и все проблемы, которые сегодня ощущает Республика Беларусь, экономика Республики, они сегодня и нам не чужие. Чем больше грузов будет производиться в Республике, тем больше у нас будет транспортной работы. Чем больше будет экономическая подвижность населения, тем больше будут наши доходы. Это наши показатели, это наша производительность труда и, соответственно, экономическая и финансовая состоятельность предприятия. Олег Сенчеров, Евген Паболовец, Евген Макеенко, телеродокомпания «Гомель». Пытания доброго порадкования, аховы здоровья и уладкования у дитячей садки по ранейшему не губляют своей актуальности для гомельчан. В областном центре граждане отрымали черговую махчимость звернуться со своими проблемами до депутата Национального схода Республики Беларусь. На этот раз открытый прием проводила депутат Палаты представников Алена Астапюк. Сустреча с выборщиками заняла больше, как две годины. Традиционно гомельчане скардица на то, что не хапает дитячих садков у новых микрорайонах. У поликлиниках бывает тяжко трапить до некоторых специалистов, а у дворах шмат поверховок давно не перекладывали асфальт. Один из наведовольников попросил посприять у выращения земельного питания, которое растягнулося на несколько лет и прошло около всех городских инстанций. Такие звороты сустрекаются нечасто и потребуют детального разгляда. В общем, депутат – это посередник по международам и уладам. Самостоятельно выращивать многие вопросы он не может, а вот дать консультацию и накеровать депутатский запад у необходимой структуры, у его компетенции. Человек приходит даже для того, чтобы проконсультироваться и определиться, куда ему дальше идти с его проблемой. И если эта проблема решаема, то мы можем сразу его проконсультировать, объяснить, указать. А если вот как сегодняшний случай, как я уже говорила ранее, то обязательно посылается какой-то депутатский запрос и дело берется на контроль. С надыходом отпускной поры жихары Гомельской области стали частей выезжать на отпочинок в Украину. Это значительно оживило работу Гомельской мытни. С наплывом отпускников тут, пока справляется, черга у него. Однако не редко граждане ничего не для себя становятся порушальниками мытного законодательства. У Красавику уступил усилу указ президента номер 40, который снизил нормы ввоза на территорию Беларуси некоторых групп товаров. Как показывая практика, с документом еще не все поспели ознайомиться. Нагадаем, что в ответственности с законодательством, когда гражданин будет пересекать межу частей одного раза в три месяца, без пошлинной он сможет привезти домой речу только на 300 евро и вагой не больше, как 20 килограммов. Те товары, которые будут перемещаться с высшим лимитом, мытники отнесутся до товаров не для особистого креста. И тогда нужно будет заплатить мытный сбор, мытную пошлину и податок на добавленную вартость. Особная тема – лековые сродки. Когда они утромливают психотропные речевые, обовязково необходимо иметь при себе рецепт дурача. Подробнее с всеми количествами мытного законодательства можно ознайомиться на официальном сайте Гомельской мытни. Тут размещены и бланки деклараций. Для, скажем, упрощения и сокращения времени прохождения таможенного оформления декларации можно заполнить предварительно. То есть приехать уже на пункт пропуска с заполненной декларацией и подать декларацию уже таможенному органу. Чтобы не терять время, непосредственно ее можно заполнить и на пункте пропуска, но чтобы не терять время, можно заполнить предварительно. Бланки декларации можно скачать на сайте ГТК, на сайте Гомельской таможни в том числе. Подписная кампания на периодичной выдании на другое по годзе стартовала, а значит настала горячая пора для притягнения новых подписчиков. Представники двух найбойнейших газет в области, таких как «Гомельская правда» и «Гомельские ведомости», встретились с коллективом лучшего комбината. Такие народные дни подписчиков уже давно стали традиционными. Подчас встречи были представлены две газеты «Гомельщины», «Гомельская правда» и «Гомельские ведомости». Кожный из представников рассказал об контенте своего периодичного выдачного, а так само провел викторину с призами от газеты. А кроме того, на мероприемстве обмярковали актуальные вопросы, среди которых была тема деноминации. Працовному коллективу лучшего комбината нагадали, где, как и на протяжении какого часа можно будет обменять деньги. Именно таки интерактивный контакт створяет становчивый образ СМИ и притягивает новых подписчиков. Наши корреспонденты работают в тесном сотрудничестве с нами, с нашими предприятиями. Поэтому, конечно же, охотно, поскольку хотят увидеть и свою работу, хотят увидеть свои семьи, своих сослуживцев на страничках. Поэтому, да, здесь у нас понимание. Это, а так само и другие новины, вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.teverhomil.by. На этом выпуск завершен. В студии працвала Наталья Игнатенко. Мы сочем с разведцем подеек в Гомеле и в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова